Всем привет! У нас сегодня 21 мая и я вот сейчас смотрю на небо, какие-то вроде тучки собираются. Я в такой надежде, ну видите, у меня мокрые пятна. Я вчера набрала бочку воды и ну решила хоть немножко полить. У меня в основном здесь прикоп, вот здесь, кроме вот этой большой, это все прикоп. И вот это тоже посажено уже. Это пойдет на белую грядку, это большая, ну до трех метров может вырасти. Гортензия называется October Bright и она чисто белая. Насколько я понимаю, она даже не розовеет. Ну посмотрим. Вот, это у меня две... Сейчас я вспомню. Нет, не вспомню. Полистар, по-моему. Да, Полистар. Очень она мне нравится. У меня одна есть уже. Вот я еще две купила. В принципе, планировалась одна вот тут, вот, как компаньонка Lion Light, а вторая вот туда вот. Вот туда вот. Но та грядка будет готова неизвестно когда. И я придумала, что я буду сажать массивом из двух. И посажу их обе здесь. Они мелкие, в принципе, они до полуметра там или около того, да. То есть, и, кстати, уже на бутонах. И та, которая у меня с прошлого года, тоже уже на бутонах. Вообще круто. Единственное, конечно, мало воды. Надо их поливать лучше. Но я надеюсь, они дождутся меня. Может быть, все-таки еще какой-то дождик прольется сверху. Потому что все-таки водопроводная вода, даже отстоянная, это не самый лучший вариант. Вот. Там же остильбы у нас сидят. Это то, что я купила. Барбарисы посажены все, кроме Chocolate Summer. Chocolate Summer я думала посадить... Это второй мой Chocolate Summer. Один у меня есть уже. Этот я думала посадить на розовую... Нет, на желтую грядку. Поменять с розой, которая розовая. Но она так хорошо пошла в рост в этом году весной. И я решила, что я ее, ну, если придумаю, захочу, то я их поменяю местами в следующем году. Барбарисы нормально пересаживаются. И розу надо пересаживать сразу, как только земля оттаяла. И вот, типа, там, только-только пупырышки, да. Потому что сейчас она у меня, конечно, уже цветет и пахнет. Ну, не цветет, но очень-очень уже почти цветет. Вот. Пересадила я Anthony Waterer. Пересадила розовую... Розовый флокс. Это большой куст. Это розовый флокс. Пересадила я гелу. В общем, ничего розового не осталось на грядке сине-белой. Вот. Ну, посмотрим, когда это все расцветет. Плюс здесь места, конечно, почистятся еще. Я думаю, что Чоколад самая расстанется тут. Там вот у меня в прикопе вот это вот, палки. Это мискантус такой, как это называется... Какой-то там фонтан, короче, 2,5 метра он. И он такими красивыми... Он фонтаном реально, да. То есть он красиво сделал бы мне задний план высокий. И плюс эти метелки, как бы, они такие немножко, как свисающие, да, такие ампельные. Вот. И, ну, посмотрим. Белые эти уйдут в белую грядку. Короче, тут еще пересаживайте, пересаживайте. Вот. И тиснула уже... А, не тиснула. У меня единственное не посажено это. Это у меня микробиота. Третье микробиота. Что-то они мне так понравились. Ну, вот они... Ну, это в горшке, и, видимо, не очень хорошо. Единственное, у меня такое ощущение, что она такая нежная. Коты носятся здесь чужие и ломают веточки. Я смотрю, что у меня она такая большая. Постоянно сломанные веточки. Она такая какая-то нежная, я не знаю. И вот здесь вот блю свит. Я, кстати, узнала, наконец, как он называется. Блю свит. Вот. И второй. У меня есть побольше уже, которому, не знаю, лету, может быть, 5. Или 4 года. Вот. И этот тоже хочу куда-то здесь пристроить. Хотя, возможно, он пойдет на белую-голубую грядку. Посмотрим. Вот. Потому что его было бы логично куда-то сюда. А тут уже как-то все место занято. А он будет довольно большой. То есть, ну, его можно было бы стричь, конечно, но не знаю. Там у меня пузыреплодники. Это у меня шух. Шух. Очень красиво цветет. Он такой поярче, чем Диабло. Ред Диабло. Ред Барон. Ред Барон в другом месте. Это Диабло. И Диабло у меня такой, конечно, хиленький сейчас. Но ничего, я его весной еще чикну, и у меня будет прекрасный. Вот. Ну, и как бы тут посадила очень красивый пенесет. Не знаю, вообще, ну, как бы, выйдет он нормально или нет. В принципе, будет ли цвести. И перезимует ли. Но на картинке очень красивый. Такие метелки достаточно яркого розового цвета. Очень хорошо бы здесь подсочеталось. В общем, как-то так. И в этом году вымахал флокс прям высоченный. Он, по-моему, в прошлом году был пониже. Ну, возможно, это связано с тем, что там он втенировался. А тут у меня полное солнце фактически. Поэтому я надеюсь, что в следующем году он будет пониже, конечно. Здесь у меня тимьян очередной. Посадила. Ну, надеюсь, что разрастется. Закрою я тут вот эти камушки. Будет красиво здесь все. Вот. В принципе, я готова. Поконсультировалась. Почитала, поисследовала. И я готова засаживать все свободные места геранью. Быстро растет. Легко удаляется. Красиво цветет. Вот. Единственная у нас проблема с белыми цветочками. В основном с розовыми, да. Но единственное, вот та вот кембриджская, которую я купила, она, по-моему, должна цвести очень бледно-розовым и на солнце до белого. Поэтому ее можно будет сажать, допустим, в белую грядку, да, куда-то там или в голубую, например. Посмотрю. В общем, как это так. Вот. И тут прикольные приросты пошли сразу у барбариса. Это барбарис киллер. Я его уже купила, он был с приростами. И он прям очень хорошо пошел сразу в рост. Дополнительно еще выкинул прям целую кучу. Я прям счастлива. А это у меня точненький будущий красавчик Skyrocket. Вот. Сейчас это просто одна палочка такая грустная. Но посмотрим, как это будет через какое-то время. Там задняя стеночка у меня. Маленький такой ремонтиц. Косметический. Очень косметический. Потому что, чтобы я могла вот так снимать без стыда, да. То есть там то, что у меня на заднем плане. Вот. И что еще хотела вам сказать? А, да, довольно близко у меня здесь сидят. Skyrocket. Он довольно толстенький будет. В принципе, он тоже узкий. Но он тоже как бы и до метра может вырасти в ширину. И этот тоже достаточно широкий. Но я хочу формировать. То есть эти две будут такими колоннами. То есть я не дам пузыреплоднику разрастаться в ширину. Да. То есть я его фактически буду гнать в красивый такой, ну, блин, не знаю, как назвать форму. Ну, вот похоже, ну, как Skyrocket, да. Только верхушка не будет такая острая. Я буду ее все-таки срезать. Вот. А этот, наоборот, будет кругленький. И будут здесь очень разные формы. А то у меня получается только длинные и круглые фактически. Да, то есть, поэтому, ну, посмотрим. Хотя Red Baron, конечно, он хорошо делает фонтан тоже, да. То есть, ну, посмотрим. Да, если Skyrocket, блин, хорошо приживется. Пузыреплодник можно всегда отсадить. В конце концов, да. То есть можжевельники хуже пересаживаются. А вот пузыреплодники вообще, по-моему, как к страсти. Вот. Давайте покажу вам. Вчера косила газон. Так, у меня теперь тут красивенько опять на какое-то время. Хотя вот эти полки от дуэнчиков, это, конечно, та еще красота. Так. Тут вот мокренько у меня. Немножко полилось. Поливала вообще газон, а полилось, собственно говоря, все. Вот у меня готовится цвести. Это мой наггет. Пузыреплодник наггет. Очень прикольный. Смотрите, как имя у него. Он самый первый, кстати, зацветает. Цвести будут почти все, но это самый первый. Наконец-то начал распускать листики мой хамелеон. И он был сначала такой, знаете, выглядел как будто больной. Хотя по факту, я думаю, что было связано с тем, что просто ему было холодно. И вообще, и он как бы такой экспериментальный он. Как сказали там в одном обзоре, чисто для коллекции. Знаете, типа сказать, что у меня такой есть. Вот все, собственно говоря. Пенесетом у меня проснулся. Ой, простите. Вот, видите, проснулся пенесетом. Это который у меня сидел в прошлом году в Кашпо вместе с Little Princess и не цвел. Посмотрим, что в этом году будет, не знаю. Немножко пошли в рост мои ромашки. Вот, по крайней мере, эти. Эти нет, что-то не хотят. Сидят такого же размера, как я их купила. Но не вянут. Ну, не знаю, посмотрим. Там у меня, опять забыла, арункус. И это арункус не двудомный, а арункус, как же его по-русски-то обозвать, типа цават лапу. Ну, как, типа другие листики у него. Я не знаю, как объяснить. Он карликовый, короче. Он будет, листва у него, по-моему, 20 высотой. Плюс цветочек еще сантиметров 10-15, да, то есть он такой маленький. Я вот его купила, элеганс, сорта элеганс. И он, в принципе, очень красивый, когда цветет. Цветочек такой бежевого цвета. Листики с красным, ну, не то, что с красным, а с таким оттенком. И должен быть очень-очень живописный. Посмотрим. Лучше всего чувствуют у меня спирея себя. Смотрите, вот это одна, это Little Flame. А вот это у меня спирея. Вот это, видите, вот этот большой, вот этот куст, вот этот. Это у меня Frey Belly. Но она большая сама по себе. И, в принципе, мне ее надо застригать будет. Вот она подрисвисет, и я ее застригу. Ну, не знаю, вот так отстригу, наверное. Потому что, значит, она огромная. Вот она до полутора метров, в принципе. Ну, и плюс я хочу, чтобы она была попышнее. Она дала очень сильно в рост. Вот это свежий прирост. Вот это все палки вот эти торчащие. Это все этого года. Представляете, как быстро растет. Это веник. Веник уже вот, уже весь прям зеленый-призеленый. В следующем году буду его делить, не выкапывая. Посмотрела, как делают. Ну, посмотрим. Надеюсь, у меня получится. Вот это моя розочка. Смотрите. Вот моя розочка. Прекрасно себя чувствует. Это розочка из лидла. Напоминаю, перезимовала до лапочки. Супер вообще. Вот, гортензия одна. Гортензия вторая. Я посчитала, у меня, по-моему, сейчас 15 или 16 сортов гортензии. Кошмар. Нет, на самом деле, все прекрасно. Была бы моя воля, я бы вообще все гортензиями засадила. Но воды столько нет поливать. Вот. И, кстати, у меня уже собирается цвести пущевопокровный. Седум. Вот. Это еще пока не цветет. Это лапчатка. Персикового такого цвета. Пинг что-то там. Нет, не пинг. Сейчас скажу сорт. Гламур герл. Она у нас. Вот. Беленькая уже соцвела. А эта пока нет. Она так как-то хуже выходила из зимы. Не знаю, может, она не всегда так выходит. Черт знает. Это у меня матрона. Матрона, ну, растет кустом. Я надеюсь, что она будет крепким кустом расти. Потому что сейчас она выглядит такой малеха разваливающейся. Ну, не знаю. Там вот красненькое деревце. Это мой редробин. И я так и не поняла, он прижился или нет. Ну, вроде да. Потому что вот пошли вроде новые приросты. И вроде как бы он выглядит ок. Ну, посмотрим. Круто себя чувствует шиловидный флокс. Но он отсюда уйдет. Он по цвету сюда не подходит. Я его пересажу. И я подумаю еще на какую грядку. Вполне может быть, что и на розовую. Куда-нибудь. Посмотрим. Что вам еще показать. Все, думаю, вообще супер. Их, вы знаете, куда бросил, там и прижились. У меня даже мой розовый, который сильно пострадал от засухи, от заморозков, от всего прочего. И то ожил. Смотрите. У него, конечно, низ выглядит стребно. Странные вот эти палки такие, да, обкусные. Вот. Но зато верх, смотрите, он себя прям пошел в рост. Конечно, в этом году такой не товарный совсем. Но надеюсь, что в следующем году все будет чики-пуки. Вот. Ну, тимьян прижился. Все хорошо. Тут все хорошо. К вопросу о том, куда их бросили, там и прижился. Смотрите. У меня был, отломался маленький, маленький такой, знаете, вот прям буквально вот такая маленькая головка из четырех листиков отломалась. Ее просто воткнуло в землю. Ничего, ни корневина никакого, ничего. Просто воткнуло в землю. Он прижился. Вообще со свистом. Кроме этого, я посмотрела в роликах в интернете, советуют флоксы прищипывать, чтобы куст был. И вот я прищипнула. И вот у меня вроде пошли, правда, пошли больше листики. Хотя нет, вроде выглядит как, как они называются, именно побеги, да. Ну, посмотрим, чтобы пышнее был кустик. Тут и так было ничего, да. А в этом было только две палочки. Я решила его прищипнуть. Так, ну вот моя шеробана выглядит хорошо. Не знаю, будет цвести, нет, посмотрим. Тут уже готовится цвести мой шалфей. Его тут, кстати, почти не кушают. А вот там, на синеголубой грядке, там шалфей такой погрызенный достаточно, да. Вот. Ну, это моя голден. Нет, фу голден. Литл принцесс. Не знаю, будет она цвести пышно или нет. Есть бутоны, но не очень много. Посмотрим. Вейгела тоже на бутонах, но не сказать, что прям очень-очень. Не знаю, посмотрю. Во всяком случае, вот это вейгела. Так, туча, туча там. Видите, какая туча. Надеюсь, что все-таки прольется. Фух, давайте покажу вам. Ну, то сейчас я уеду на неделю. Сама ничего не увижу. Я, наконец, почистила там под забори. Вот так, насколько смогла. И надо будет еще закрыть. Здесь такой же вот этой серой фигней. Надеюсь, поможет хоть как-то, да. Очень хорошо себя чувствует здесь миндия, пузыреплодник. Очень яркий, красивый. Он в прошлом году был такой очень никакой, я бы сказала. В этом году себя чувствует великолепно. Единственное, я его, конечно, не стригла. Вот у меня какой был, такой был, да. Надо было его постричь, наверное. Но уже сейчас отцветет. Я вот это чикну. И он еще до зимы, до осени мне выдаст красоту. Вот, зацвела моя Айс Принцессин, ледяная принцесса. Я купила такую же, но маленькую. Вот маленькая, зато смотрите, как цветет. Я ее туда пока сунула, как говорится, где место было, да. Она, в принципе, предназначена вот в это место, в ноги к пиону. Но здесь у меня, видите, тут непаханное поле, да, и надо с этим работать. И, если честно, у меня просто не было сил, времени. И лопчатку тоже легко пересаживать, поэтому, особенно пока она еще такая маленькая. Поэтому я ее тиснула просто, чтобы она сидела там и нормально себя чувствовала. Готовится цвести у меня уже остильбы первые. Вот это и вот за кустом та. Это у меня пигмея альба. Пигмея альба должна быть маленькая. Она у меня уже, ну, полметра нету еще, но еще чуть-чуть и полметра. Это у меня белый флокс. Тоже пока втиснулась сюда, потому что, конечно, тюльпаны нужно было высаживать не сейчас. Тюльпаны надо было высаживать раньше. Ну, нет, наоборот, позже. Сначала все посадить, а потом тюльпаны. Потому что сейчас среди тюльпанов мне очень тяжело, ну, как бы, чтобы их не потревожить. Поэтому, скорее всего, вот туда, в ту дырку у меня пойдет, не скорее всего, а пойдет вот та белая большая гортензия. И она, по факту, должна быть как раз где тюльпаны. Я думаю, что я их, ну, выкопу хотя бы частично, да, сохранять не буду. Потому что я, если честно, не хочу возиться там, их где-то хранить, что-то там сушить. Мне проще их, там, раз в три-пять лет тупо выкопать нафиг. Или они пропали и посадить новые, да, допустим. Вот, это мне проще. Короче, и вот она сядет сюда и будет создавать мне здесь большой красивый куст. Вот, и вокруг которого у меня, собственно, будет все танцевать. У меня тут больше проблем вот с этими частями, потому что мне надо пересаживать обязательно вот здесь вот седум. Он прям подастиль бы получился. И ему там темно будет просто под ней. И вот этот маленький седум тоже надо пересаживать сюда ближе, чтобы им было солнце, чтобы они могли нормально расти. Вот эта вигела будет хорошо цвести. Во всяком случае, выглядит вот, видите, на бутонах вся. Это, которая Ebony and Ivory. Цветет таким белым цветом. Вот. Пересадила бересклет, который фигово зимует. И я решила, что я его тисну вот прям как есть. Тесненько, потому что он за лето не отрастет, чтобы так сильно много, да. Да, вот. И, соответственно, зимует он плохо, опять-таки, да. Я думаю, что еще, может быть, третий даже подсажу сюда до кучи. И, как говорится, как есть, так есть. Просто будет какая-то такая зелененький коврик, который будет плохо зимовать. Ну, если потом я, может быть, надоест, мне я просто выкопаю и выкину. Прикопала туйку, пока будет она вообще жить тут. Закрывать вот этот столб. Вот. И как-то так. И тут у меня еще сюда пойдет один можжевельник. Так, роза. Роза дала еще один побег. Вообще прям чума. Так, тут надо прикопать немножко. Я поливала. А тут мягкая земля у меня сверху накидана, и она проседает. Это вообще норм. Три побега. Все три с бутонами. Посмотрим, приеду. Посмотрим, как будет. Тут вся в бутонах. Уже жду, не дождусь, когда начнет свистеть. Ну, еще, я думаю, что, ну, не месяц, недели три. А если таких дождей не будет, то посмотрим вообще, как она будет свистеть. Дает побеги. Все прекрасно. С теми, которые я пересаживала туда под яблоню, это, которая вот эта ближняя, вот эта вот, ну, можно сказать, что ок. А та попала под мороз и очень сильно обморозилась, и она вот еле живая, если честно. Я ее поливаю, я ее удобрила. Удобрила, удобрила, наверное. И, как бы, ну, посмотрим, да. То есть я, в принципе, сомневаюсь, что... Ну, посмотрим. Может быть, как бы она все-таки успеет прижиться, да, и наберет силу, и перезимует. Что-то такое ощущение, что сейчас эти тучи уйдут и пройдут мимо нас. Так, тут все гортенди на бутонах, на бутонах, на бутонах. Вот тут вот прям уже, можно сказать, смотрите, полистар мой уже практически цветет, да. Напоминаю, конец мая. Просто офигеть, да, скорость. Он у меня хлорозил. Я его побрызгала, у нас такой есть... Короче, там цинк и манган какой-то. Я не знаю, манган, типа, чё это, да. Ну, написано вот, типа, вот от этой фигни, от хлороза. Я не знаю, хлороз чего это, да. Сложно сказать. Железо нехватка, кальция. Ну, кальция маловероятно. Либо магния, либо железо. Ну, в общем, это помогло, вот могу сказать, да. И надо еще раз через неделю повторить, потому что я неделю назад брызгала. Она была прям вообще вся очень-очень... Это вот остаточная вот прям... Она очень позеленела, да, то есть хорошо помогло. Я ее побрызгаю еще раз, потом, когда вернусь. Вот. Тут посадила две новые спиреи, которые называются Double Play Blue Cazu. Ну, смешное название, согласна. Вот. И они у меня будут довольно большие. В принципе, они могут даже сомкнуться, когда вырастут совсем. Кроме этого, у одной спиреи был отросточек. Я его в порядке эксперимента тиснула просто в землю. Вот. Там такие крышки немножко были. Ну, не знаю. Приживется? Ок. Не приживется? Ну, и ладно. Цветет белым. И у нее новые побеги такие фиолетоватого цвета. Очень красивая. И она такая... Ну, знаете, у нее холодный белый цвет цветов. Она сюда прям как родная. Здесь тоже я все почистила. Короче, у меня тут просто были колхозные работы. Все почистила. Насколько опять-таки смогла. Там вот чуть-чуть не смогла долезть туда. Под низ. Да, вот там вот. Собрала кучу слизней. Просто из... Как сказать? Там кора где-то, да, вот из-под коры. Плюс, кстати, про картон и слизней. Картон-то я положила, но положила-то я вне полностью, да. И у меня по факту немножко, вот видите, торчит чуть-чуть картон. Я сегодня подняла и там столько слизней собрала. Просто кошмар. А мокрит там сколько? Жуть. Поэтому я подозреваю, что я буду заниматься убиранием картона. И, наверное, прополкой, перекопкой, не знаю. Ну, в общем, буду как-то с этим бороться потихоньку, да. Потому что картон на моем участке, наверное, нет. Либо его каким-то образом надо... Ну, вот этот конец, потому что слизни, они под землю тоже лазят, да. То есть они же не просто поверху, они закапываются. Особенно мелкие. Вот. И поэтому, ну, в общем, с этим надо как-то бороться. Вот. Тут нижние листики обкусали, вверх пока нет. Тут тоже готовится цвести. Так что вот этот берисклет меня радует. Он прям красавчик. Очень разросся. Очень красиво. Я его чуть почикала. Но не стригла, форму не придавала ему. А просто кончики почикала, чтобы еще плотнее он был, да. Вот пока сидит мой Элегантисимо здесь. Ну, не знаю, когда я его пересажу, потому что та грядка не готова от слов совсем. Ну, пока пускай растет здесь. Айвари холло, смотрите, какой красавчик. Супер. Я обработала ему опять ветки. Там лишние побеги удалила. Вот я хочу его таким деревом сформировать. Я надеюсь, что он на четырех... Ну, на трех стволах. И один средний раздваивается, да. И вот дерево... Ну, он не будет сильно высокий. У него полтора метра максимум, насколько я знаю. Да, посмотрим. Мой Бобо, наконец, пошел в рост. Я прям беспокоилась, потому что он был самый... Самый поздний, да. Ну, сейчас я смотрю, он прям всех догнал. Вот он прям уже красавчик. Уже пора его проредить немножко. А это Литл Алф, которого я купила в компанию КБОБО, собственно говоря. Ну, и посмотрим. И вот здесь что-то не хватает. Поэтому в ноги, скорее всего, какая-нибудь герань пойдет. Герань, посмотрим. Не знаю, что-то тут надо сажать, закрывать землю. Не хочу корой, потому что... Я помню в прошлом году, когда пошли дожди, и здесь кора вся эта была в плесени. Ну, и под корой опять-таки по слизням, в общем. Хотя слизней, например, под корой с солнечной стороны нет. Ну, тут такой... Здесь хоть и солнце, в принципе, да, днем. Ну, не знаю, в общем. Я в раздумьях, чем... Как тут, что тут, да. То есть, может быть, корой только под сами кустики, вот. Чтоб влага не испарялась, да. Ну, не знаю. Посадила два флокса синих. Тоже этот я откусила ему в верхушке. Тому нет. Делала эксперимент. А стильбы из Лидла. Вот, одна хорошо. Причем готовится цвести. Вторая сильно так себе. Ну, посмотрим. Они одинаковые, если что. Вот, так что... Как-то так. Барбарис отсвел. Вот чоколад сам. Вымахал ровно в два раза за сезон. Два раза. Я его покупала. Он был вот до сих пор. То есть, это выросло за прошлый и этот сезон. Чума. Так, что вам еще показать? Цветет моя живучка. Смотрите, какая красота. 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 Надо стричь ее. А то она уползет у меня в сад. Не очень быстро. Нет, растет, конечно. Но не так, чтобы прям... Ух! Вот. Клопогон мой. Пока еще никак. А стильба. Надо подзакапать немножко тоже. Поливаю огня. Чуть-чуть оголилась у меня корневая. Тут еще коты ходят все время. Надо будет досыпать земли немножко. Вот. Это мои свежекупленные лопухи. Хосты. Если честно, я уже пересаживала. Поэтому я про сорта вообще что-то запуталась. По-моему, это... Фирнлайн. Вот там сидит вот этот вот. Плохо снимает телефон. Это у меня Эль Ниньо. Тут у меня вот эти два. Это Катерина. Вот там, кстати, как-то что-то блажь. Ферст блажь или что-то такое. Он красный. У него листья красные. Но, если честно, я вот сейчас смотрю, я не могу понять, это я их испортила или они изначально были сильно так себе. У них желтеют кончики листьев, что обычно свидетельствуют о корневой гнили. И у меня нет времени сейчас их расковыривать. И я не знаю, если честно, что делать. Ну, не знаю. Вот. Потому что я сейчас уезжаю. И как бы... Ну, в общем, как-то так. Не знаю. И это у меня... Черт. Это, по-моему, как-то... Fire and Ice. Вот. Там у меня гортензия Ирли Харри. Тоже высокая, до трех метров. И с такими мотыльковыми цветочками, да. Соответственно, она не должна будет у меня сильно гнить. Если вдруг дожди, дожди, да. И солнца такого не будет с этой стороны. Вот. Ну, еще один клопогончик мой. Это, насколько я понимаю, мой халцион. Ну, во всяком случае, выглядит он как халцион, да. Вот. Довольно сильно разросся. Если бы я знала, я бы его так близко не отсаживала. Придется двигать его весной. Весной двигать вот сюда. Под клопогон. Вот. Там у меня Нептун. А это Ватерслайт. А это Джун. Вот. Так что... И эта стиль бы тоже готовится цвести. Купленная в прошлом году в Лидле, опять-таки, гортензия. Не знаю сорт, но она, по-моему, скорее... Как это? Рообайна. Как-то астролистная, по-моему. Но она типа под вид крупотнолистный, да. То есть, в принципе, все так же, да. Но она чуть по-другому выглядит. Просто у нее не полные шапки. А у нее тоже типа мотыльковые эти, да. И она, кстати, насколько я понимаю... Я ее достаточно сильно обрезала. Вот эти побеги, это все этот год. И вот там бутончики. Так что она цветет на побегах этого года. Ремонтантная. Потому что я знаю, что когда я их обрезала осенью, что одну, что вторую, они мне дали еще по бутону. И это тоже выглядит похуже. Потому что они подгнили у меня под укрытием. Ну, что делать. Но тоже вот уже бутоны пошли. Посмотрим. Ну, это я думаю, что она будет цвести белым. Потому что я ее не подкисляла. И я думаю, что ей уже грунт не такой кислый, как хотелось бы ей. Ну, с другой стороны, ее подкислить можно в любой момент. Вот, так что. И бегония готовится цвести тоже. Красота!